Всем привет дорогие друзья, с вами Кинодрон. После того, как мое видео о пяти лучших фильмах глазами немцев достигло отметки в 1 миллион просмотров, я обещал вам выпустить вторую часть по этой теме. И в сегодняшней подборке военных фильмов я представлю вам 5 картин про Вторую мировую войну. И они также будут о судьбах и жизни людей, оказавшихся по другую сторону баррикад. А именно про солдат немецкой армии. Повторюсь, что данные фильмы не пытаются оправдать нацистов и их ужасные преступления. Я просто предлагаю взглянуть на эту ситуацию под другим углом. Глазами простых людей, не всегда разделяющих фанатичные взгляды своих руководителей. И ведь как мне кажется, чтобы лучше понять историю Второй мировой, необходимо также понимать и другую сторону, сторону проигравших. Не забывайте после просмотра поставить этому видео лайк, подписаться на канал и группу ВКонтакте. Приятного просмотра! Мост, Германия, апрель 45-го года. Практически всем в Третьем Рейхе уже понятно, что это конец. Мир взрослых немцев спасается и выживает как может, осторожно заглядывая в неопределенное послевоенное будущее, желая сейчас только одного – выжить. Однако существует еще другой мир – мир юношевского максимализма, в котором живут семеро 16-летних одноклассников одного провинциального города. И когда эта группа, по сути, мальчишек получает повестки в армии, никто из них даже не думает дезертировать, а смело призываются в ряды уже отступающего вермахта. И первое задание ребят совпало с географических постоянным местом проживания. Им необходимо оборонять маленький мост, который немецкое командование изначально решило взорвать. Но вчерашним школьникам так никто и не сказал, что их отправили на уже давно списанный объект. Этот фильм показывает не фанатиков, не убежденных нацистов, а самых обычных подростков и их быт в национал-социалистической Германии, который уж не так уж сильно отличался от жизни молодежи в других странах. Их юношеские порывы и желания связаны с социалистическими представлениями о войне, о том, как молодые люди крайне близко к сердцу воспринимают понятие патриотизма, граничащие с откровенным фанатизмом. Те моменты, когда другие взрослые уже видят бессмысленное сопротивление, они не понимают, почему та идеология, которую их учили, все же проигрывает. Мост просто показывает войну глазами тех, кому пришлось отвечать за ее последствия на завершающем этапе. Это кино достаточно реалистично и четкое, а поэтому достойно внимания. Время любить и время умирать. Немецкая армия сражается где-то в России на закате Второй мировой в 44-м году. Большинство солдат уже перестало верить в победу, осознавая, что уже навсегда что-то поменялось, и немецкая армия все чаще и чаще отступает. Основные действия разворачиваются уже на руинах Германии. Рядовой Эрнст, чудом получивший свой двухнедельный отпуск, возвращается домой с Восточного фронта и обнаруживает, что его родной город разрушен бомбардировками стран антигитлеровской коалиции. Эрнст ищет своих родителей и случайно встречает подруга детства Элизабет, дочку местного доктора. Несмотря на окружающий их ужас войны и дыхание смерти, они видят надежду на светлое будущее в своей любви к друг другу. Фильм снят по роману Эриха Марии Ремарка, и действительно можно подумать, что будто автор хочет оправдать немецкого солдата, так как сам родом из Германии. Но это не так. Речь здесь не об идеологии всемирного господства, не о верности фюреру, а просто о жизни человека, который попал в водоворот событий, но не лишился человеческих качеств. Надо отметить, что автор романа даже снялся в небольшой роли в фильме. Ремарк прославился своими антивоенными романами, обличающие войну, так как сам не понаслышке о ней знает, еще с полей Первой мировой. Мини-сериал «Пыльные лица» представляет собой любительскую серию, состоящую из восьми короткометражных фильмов, рассказывающих историю о группе немецких солдат второй роты, ведущих бои на Восточном фронте во время Второй мировой войны. Данные короткометражки были выпущены YouTube-каналом Paralight WorkX, в которых преимущественно рассказ идет от лица Отто Дегина, который уже год находится на Восточном фронте. Этот мини-сериал мне действительно понравился, примечательно, что все эпизоды сняты немецкими реконструкторами на камеру Canon. Вышла действительно высококачественная постановка, униформа, оружие и даже актерская игра, по факту любителей, превосходна. Отличное музыкальное сопровождение в совокупности с неплохими батальными сценами. История, переданная зрителю, также не пытается оправдать нацистов и их ужасные преступления. Здесь просто показана жизнь и быт немецких солдат. Эта работа служит для понимания того, что произошло тогда и является предостережением для будущих поколений, которые никогда не должны повторить те ужасы, что выпали на долю людей в середине прошлого века. Штайнер «Железный крест», 43-й год. Немецкая армия с тяжелыми боями отступает на Восточном фронте. На замену убитому командиру батальона прибывает переведенный из Франции капитан Странский. Этот элегантный прусский аристократ еще не бывал в настоящем сражении, но все же мечтает любой ценой получить германский боевой орден «Железный крест». Чтобы достичь своей цели, Странскому нужно завоевать уважение командира взвода капрала Штайнера, закаленного в боях ветерана, пользующегося огромным авторитетом среди товарищей по оружию. Хотя сам Штайнер сильно презирает офицеров, жаждущих славы, при этом предпочитающих не соваться на передовую. «Железный крест» – кино со стержнем и проработанными персонажами, которые динамически изменяются по ходу постановки. Стоит также отметить, что советские солдаты здесь показаны без лишних клюквы и причуд, как это любят делать современные киноделы, и в этом, несомненно, есть плюс. Эта кинокартина почти 40-летней давности оставляет позади визуальной составляющей многие современные военные ленты. В фильме к немцам нет ненависти, но они не восхваляются и не оправдываются. Эта картина показывает нам, что на войне не может быть классической армейской выправки. Это только на парадах – воин сверкает чисто выбритыми щеками и поражает чистотой мундира и сапог. А в окопах у солдат совершенно другой мир. Вот почему некоторые солдаты вермахта щеголяют с трофейными советскими предметами одежды, отвечают вышестоящим командирам, что о них думают, и даже открыто делятся друг с другом пораженческими настроениями и желают капуто самому Гитлеру. Здесь есть все – гении, тупицы, богородные герои и выслуживающиеся трусы, садисты и гуманисты. Отдельное спасибо замечательным актерам. Благодаря их харизме и неординарным режиссерским ходам, фильм не скатывается в приключительский вестерн. Это все-таки антивоенное полотно, снежискавшее в свое время такой успех, что даже вышел сиквел. Но вот он уже был явной эксплуатацией своего шедеврального предшественника. Лодка – западно-германский художественный фильм 1981 года, снятый режиссером Вольфгоген Петерсеном по одноименному роману Лоттера Гюнтера Бухайма, повествующему о седьмом боевом походе немецкой подводной лодки У-96 во время Второй мировой войны. Подготовка к созданию фильма велась пять лет. Сам процесс съемок занял год и еще год ушел на монтаж и постобработку. Во время съемок фильма в качестве консультанта был приглашен реальный командир У-96 Генрих Лемал Виллиброк, которому в то время было под 70. По сюжету экипаж лодки У-96 отправляется в свой боевой поход из бункера во французском порту Ля Рошель. На борт прислали также военного корреспондента, который позднее изложил свои воспоминания в художественном романе. Лодке предстоит атаковать конвой, также отправиться на миссию, которая, по словам некоторых из команды, просто невыполнима. Оригинальная киноверсия фильма идет 2,5 часа, но для полноты понимания картины я бы посоветовал вам посмотреть режиссерскую версию, которая идет 3,5 часа. Хотя, конечно, есть еще самая полная версия фильма в 5 часов, но осилить ее сможет не каждый. Я не могу вспомнить другие фильмы о войне, где действие почти 80% времени происходит в узком замкнутом пространстве, но при этом твои эмоции регулярно зашкаливают до предела. И ведь достигается это не яркими спецэффектами или красивой компьютерной графикой. В первую очередь, это достигается совершенно непонятной по силе психологического воздействия актерской игрой и интересной сюжетной линии. Неважно, любите ли вы военные картины или нет, у режиссера Петерсона получился не столько фильм про немцев и их подлодку. Этот фильм про человеческое выживание и борьбу, про мужество и страх, веру и отчаяние, разум и безумие, которые могут существовать рядом не только в разных людях, оказавшихся на глубине в нескольких десятков метров под водой, но даже внутри одного человека. Замкнутое пространство, в котором связь с внешним миром кажется нереальной, зато близость смерти всегда явная и постоянная, заставляет людей, некоторые из которых в обычной жизни вряд ли бы подали друг другу руку, выживать вместе, надеяться друг на друга и действовать сообща. Друзья, большое спасибо за просмотр данного ролика, надеюсь он вам понравился. Не забывайте поставить этому видео лайк, подписывайтесь обязательно на канал и группу ВКонтакте. А с вами был Кинодрон, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok